Напоминаю вам с Божьей помощью, что мы сегодня проводим наше занятие не только для возвышения души Шэндл Батнахум, что мы проводим каждый раз, но сейчас у нас беда вообще не случилась утром. Ушла наша тетя Нина Бангеева, Нина Батбитьё, и тоже для возвышения её души мы проводим этот урок. Завтра будет похорона на Крестлоне. Вот, и продолжаем мы разбирать псалмы Давида. Сейчас я вам покажу текст, напоминаю вам, что на одном из самых известных отрывков, ну, несколько пасуков, несколько предложений из 34-го псалма у нас сейчас в рассмотрении, на одном из самых известных отрывков Теили мы сейчас как раз находимся. показываю вам текст, я думаю, что вы очень-очень быстро его вспомните, у меня чуть-чуть перекручено дальше, сейчас я вернусь туда, где мы хотели начать. Мы уже разобрали эти три пасука, знаменитейших, но некоторые детали текста всё-таки не полностью поняты. Я напоминаю вам знаменитейшие слова Теилии. «Кто человек? Хафец Хаим – желающий жизни. Кто человек, желающий жизни?» – спрашивает царь Давида. Знаменитейшие слова, мы с вами говорили, что Хафец Хаим – это название одной из самых известных вообще еврейских книг, написанной Робес Ролем Мейером Акоином. Книга о том, как человек должен относиться к своему языку, как он должен его беречь, чтобы, не дай бог, с него ничего неправильного, ни кошерного с этого языка не сходило. И с тех пор, как Робес Ролем Мейером Акоин написал эту книгу, его Робес Ролем стали называть «Хафец Хаим» по названию этой книги. Это очень популярная, конечно, фраза «Желающий жизни». И дальше вот мы не поняли, и никто ни в Талмуде, ни в каких-то других источниках не хотел нам подробно объяснять вторую часть этой фразы. Что такое «любящие дни, чтобы видеть благо». Если речь идет про человека, который любит жизнь, то можно было, наверное, так и сказать «Огев Хаим», или как-то по-другому, но во всяком случае более понятно, потому что «любить дни» – это что такое? Что имеет в виду царь Давид, когда спрашивали, если человек любит дни? То есть само время, что ли? Сами дни своей жизни он любит? С этим надо, конечно, разобраться. Он их любит. «Лир от то, чтобы видеть благо». С этим надо разбираться. Сейчас я быстренько дочитаю вам эти три пасука, напомню. И мы вернемся к тонкостям текста. Так что должен делать человек, который Хафецхаим желает жизни? Вот знаменитый совет царя Давида. «Нецор храни лешонха язык свой мера от зла». Общее соображение, как вы понимаете, та же самая книга Хафецхаим и ее третья часть «Шмираталашон», то есть сохранность хранения языка подробнейшим образом описывают эти законы, законы, касающиеся «нашонара», «злословия». Это совершенно отдельный разговор. Но это общая идея «храни язык свой от зла». «Усфатеха и губы твои ми дабер мирма» от того, чтобы говорить обман. Вот в этом тоже мы не разобрались. То есть получается так, что первые части этих обоих пасуков, то, что «миаи шахафецхаим, кто человек, желающий жизни?» Это тот, кто должен, линцор, хранить свой язык от зла. В этом мы разобрались. Вторые части этих двух стихов, они немножко непонятны. То есть вот этого «эф-йоли-йомим-ли-ро-то» «человек любит дни, чтобы видеть благо», что это такое конкретно значит. И вторая часть вот этого второго пасука тоже. Человек должен хранить уста свои от того, чтобы не говорить обман. Во-первых, почему здесь говорится «сфатеха», «сфатая» – уста, а здесь говорится «лашон» – язык. Чем язык в данном случае от губ отличается? Почему, когда речь идет про «лашонара», про злословие, говорится именно про язык? А когда речь идет про обман, говорится именно про уста, про внешнюю часть речевого аппарата. Какая разница? Об этом мы немножко не разобрались, сейчас разберемся. И третье знаменитое – общее указание. «Сур-мера» – отдаляйся от зла, убирайся даже от зла, точнее. «Сур-ва-асе-тоф» и делай благо. Отдаляйся, отстраняйся от зла и делай благо. Простые знаменитые слова царя Давида, которые все цитируют. Дальше тоже, вторая часть пасука, не очень понятна. «Бакеш шалом, проси мир, ищи мир шалом вератфейгу и преследуй его». Это классическая тоже формулировка. Она хотя бы, вот эта вторая половина пасука, она очень подробно объясняется в Талмуде. Ну, давайте разберемся в этом как следует. Значит, как говорит нам Альбин, один из наших выдающихся комментаторов, здесь он как раз тоже приводится. Я на секундочку открою. Тут очень короткий комментарий. Казалось бы, это огромная вообще тема большая. Он ничего такого сложного не пишет. Он, напоминаю вам, в какую сторону вообще ведет свою мысль во время комментирования. Он говорит «назирея Аку». Мы с вами говорили слово «назир» в применении к Аку, к одолопоклонникам. Это «назир» не тот, который не пьет вина, не стрижется, не ходит на кладбище. «Назир» – это слово «минзар» – монастырь. То есть это вот эти монахи, которые живут в монастырях, одолопоклонские. Они паршуют от «смами наулам». Они отделили себя от мира, говорит Маня. Или «митсад шема асуба хаи». Или «за того, что они презирают жизнь». То есть первая основная причина, естественно, в том, что человек уходит от мира, уединяется, смотрит на свой пуп и считает себя центром мироздания, духовным центром мироздания. Это потому, что он гнушается жизнью, он презирает жизнь. Он считает, что вот эти вот люди, так называемые, которые, как жуки на навозной куче, капошатся и занимаются своими грубым материальными делами, они недостойны его высокодуховного общества и высокодуховного, значит, участия. Так? Это первая причина, что человек может свалить отсюда в монастырь. О, «митсад» или по другой причине, «шема асуба то ваула». Что они презирают благо этого мира. То есть не то, что они просто там ненавидят жизнь. Просто им вообще все здесь не нравится, а с юбилейла пошли, значит, в монастырь скрыли. Есть еще более серьезная, идеологическая причина. Вот это вот благо мира, материальное в том числе, когда человек вкусно кушает, сладко запивает, хорошо спит, в конце концов, не на гвоздях и не на камнях, а на хорошем матрасе и подушке. Вот это вот все для некоторых людей, считающих себя высокодуховными, представляется отвратительным, потому что это типа материальные блага, которые дают удовольствие телу, прежде всего, а не душе. То, что они дают удовольствие телу, а не душе, в принципе, это правильно. И никто с этим не спорит. Другой вопрос, надо ли это презирать. То есть обязательно ли нужно отказываться от подушки и спать, значит, на земле, подложив под голову камень и есть скудную монастырскую еду. Да, в принципе, вы можете, на мою иронию, которую, в общем-то, я не скрываю, вспомнить знаменитое место Перкеавод. Перкеавод написан в «Падбамелех Тухаль». Просто трактатовод говорит, да, что «Хлеб с солью кушай, майем бам сурате тиште, воду из крынки пей, и на земле спи, и матао секен, если ты так делаешь, то ты прям будешь такой святой и будешь молодец». В Талмуде тоже написано, что вроде как удовольствие этого мира для святого духовного человека не подходит. На самом деле, как правильно понимать эту мишну, это совершенно отдельный разговор, вот это место Перкеавод. Но главное, что в этой мишне сформулировано именно так, как я сказал, им атао секен, если ты так делаешь. То есть, если ты сам решил для себя так делать, то вполне возможно, если тебя потом не будет мучить этот образ жизни, такой тяжелый, аскетический, если тебе не будет тяжело от этого, вполне возможно, что ты будешь молодец, ты будешь святым. Но это если ты так делаешь. Никому другому этого советовать нельзя, никого другого в это нельзя втягивать. Это совершенно отдельный такой путь лишений, который в том числе, даже несмотря на то, что он может быть выбран, конечно, не должен приводить к уходу от мира. Человек, еврей, от мира никуда не уходит, у нас в монастыре, слава богу, нет. Тем не менее, вот эти вот люди говорят, здесь мальвы, они бахарули, хаи, царь. Они выбрали жить жизнью страдальческой, замаливать грехи и т.д. и т.п. Аваль, они, но я, я, говорит царь Давид, аламет я вас буду учить ераташем, страху перед Всевышним, гамле аишле хафетсхаим, даже для человека, который что? Хафетсхаим, желает жить. То есть для человека, который совершенно не хочет никуда убегать и совершенно не собирается спать на камне, а хочет спать на мягком, кушать вкусно и запивать сладко. То есть даже этот человек может научиться богобоязненности. Ну, мы с вами знаем, что это наш еврейский путь, не отказывать человеку в благах этого мира и, тем не менее, научить его быть богобоязненным. И вот это вот в гамле аиш также для человека, вот это вот вторая часть пасука, которая не очень была нам понятна, а о гевья мим ли ротов, который любит дни, чтобы видеть благо. Давайте на секундочку вернемся из текста пасука и попробуем понять, что у нас получается. Что хотел нам сказать маме, и как вообще мы можем понимать эту идею царя Давида. Значит, вот это заявление вообще, кто человек, желающий жизни, любящий дни, чтобы видеть благо, это заявление касается людей, которые не готовы мучить себя лишениями, не готовы ограничивать себя в еде, питье, в нормальном месте для сна и в прочих доступных и кошерных разрешенных удовольствиях. Человек не готов себя лишать этого всего. И, в принципе, мы говорим такому человеку, и слава Богу, пусть не лишает, только что. При этом есть определенные правила, которые он должен соблюдать. Мы-то с вами прекрасно знаем, что это за правило. Это правило еврейского закона, это просто галаха. Так чего от нас хочет царь Давид? То есть ты можешь не удаляться от мира, радостно сообщает нам царь Давид. Ну, мы знаем. Ты можешь не спать на земле, ты можешь любить благо. Ну, мы это тоже знаем. Что он от нас здесь хочет, конкретно царь Давид, что он нового хочет нам сказать. А оказывается, значит, вот эта вот идея, Огев-Ямин, любить дни, это очень яркая и очень сильная мысль. Посмотрите, что здесь происходит. Человек не просто любит жизнь, он не просто любит вкусно покушать и сладко запить. Нет. Он любит дни. То есть он любит каждый момент времени, каждый день в своей жизни, считает для себя важным, принципиальным и хочет прожить его на полную катушку, чтобы видеть во время этой жизни кто в благах. Это очень, очень серьезное заявление. И главное, что это очень высокая планка, потому что человек, который хочет слишком много от жизни, хочет получать каждый день благо, хочет его видеть, хочет его иметь, он, в принципе, задает себе очень серьезную задачу, как вы понимаете, потому что наш мир, к огромному сожалению, очень часто вообще не располагает к получению блага, а даже совсем наоборот, ко всяким неприятностям и несчастьям. И поэтому вот этот вот настрой на благо, это может оказаться очень опасный настрой. То есть получается, что человек, который действительно очень хочет прожить жизнь приятно, по-хорошему, он здесь как раз рассматривается царем Давидом. И хотя царь Давид, как вы прекрасно понимаете, вообще не был таким человеком, он прожил страшную жизнь, мучительную, с огромным количеством неприятностей, трагедий и в окружении врагов и ненавистников, при этом он все-таки, видите, допускает, что есть люди, которые хотят нормально жить, опять скажем, и хотят видеть благо. И он для таких людей дает очень интересную рекомендацию. То есть речь идет, как вы видите, не вообще о соблюдении еврейского закона, не вообще соблюдая Галаху. Речь идет про речевой аппарат. То есть вообще соблюдая Галаху, будет потом. Это второй совет. То есть, что если ты сделаешь вот это, вот в этой фразе «храни язык свой от зла и губы свои от того, чтобы говорить ложь», вот если ты вот этот совет возьмешься на вооружение и будешь его придерживаться, тогда после этого совета царь Давид тебе скажет, «Сумирава сетоп, отдаляйся от зла, устраняйся от зла, отходи от него и делай благо». То есть, в принципе, воздерживайся от нарушений и исполняй заповедь. Это он тебе тоже скажет. Но почему-то он говорит это, как видите, совершенно отдельно. То есть, вот эту фразу про речевой аппарат, про злословие и вранью, он выделяет из всего, что сказано дальше. То есть, это на самом деле очень серьезный вопрос. Не все его знают, не все его задают, но это вопрос серьезный. Что я имею в виду? Посмотрите. Значит, вот здесь в следующем по ссылке написано «Отстраняйся от зла и делай благо». Извините. Если это, в принципе, такое глобальное заявление у нас уже есть. То есть, оно возможно, такое глобальное заявление уходить, отстраняться от плохого и следовать за хорошим, то зачем выделять вот эту фразу про язык и губы? Зачем выделять, что человек не должен злословить и не должен врать? Это же и есть, да? Сур-Миран. Отстраняйся от зла. То есть, если ты уже вот это вот сказал, то почему после того, как ты это выделил, ты еще говоришь «Отстраняйся от зла». То есть, получается, как будто есть отдельно возможность у человека отстраняться от зла. Это что-то одно. И это будет сказано следующей фразой. И совершенно что-то другое, что не входит в понятие «Отстраниться от зла». Это вот вся эта система, касающаяся речевого аппарата про язык и губы. Почему она не входит в то, что называется «Отстраняться от зла». Почему она здесь вообще выделяется? И вот эта вот идея удивительная, которую только благодаря вот этому комментарию Мальбема, который мы сейчас посмотрели, можно понять. Посмотрите, что происходит. Оказывается, это специальный совет именно для человека, который хочет прожить, как только что было сказано, Хафет с Хаим, «Желая жизни». То есть, живя полноценно, никаких лишений, никаких самоущемлений он не хочет. Он хочет и покушать, и поесть, и поспать, и попить, поспать. Все. Получить удовольствие от жизни. Лерот топ. Он любит свои дни. Каждый день жизни своей он любит. Хочет его наполнить благом. Как же ему жить-то? Да, чтобы это все произошло. Ну, совет этот, который дал царь Давид, это очень деликатный момент. Я на секундочку выйду из этого режима и напомню вам один эпизод из жизни царя Давида. Мы сейчас вернемся в текст. Если вы помните, тогда, когда еще все были живы, то есть пока еще все дети царя Давида были жены, и ничего не произошло страшного, и царь Давид только воцарялся, только становился воцарем, у него был еще, как мы называем, пустой, незаполненный список грехов, которые он совершил. Основные его ошибки были совершены гораздо позже. То есть, когда он становился царем, когда он воцарялся, он еще ничего страшного, такого, катастрофического, не сделал. Единственное, что он сделал, если вы помните, это было так называемое гром. Он причинил смерть целому городу. Но, конечно, он этого вообще не желал делать. Если вы помните, он был практически три дня без пищи, и он пришел в город Ног, город Коинов, и там принял помощь от первосвященника этого города. И из-за того, что он просто принял помощь от этого первосвященника, он навлек на этого первосвященника страшные бедствия. И из-за чего это все получилось? Из-за того, что у него, у царя Давида, был личный враг. Человек, который его ненавидел больше всех. И это еще нуждается в глубоком изучении и понимании, почему. Мы с вами знаем, что этот человек Доэг Аадоми, министр тайной полиции, с одной стороны, царя Шаула, и с другой стороны, глава Синедриона, выдающийся Равин, выдающийся Мудеетс Тор. Был очень молодым человеком. В юном возрасте, ему и 2.30 было. И 2.30 лет исполнилось. Он уже был не просто главой Синедриона, но бывают какие-то гении интеллектуальные. Кроме того, что он был интеллектуальный гений, он знал все про жителей Израиля. То есть, вот он был главой тайного ведомства, ведомства тайной полиции, он знал все про все. Совершенно был гениальный человек. Этот гениальный человек стал личным врагом царя Давида. Это при том еще, что, как вы знаете, Доэг и Давид, эти два имени, имена этих врагов, этих великих людей, одного с одной стороны мира, с темной, другого со светлой, это одна и та же гематрия, числовое значение Давида и Доэг одинаково. То есть, они как бы два полюса, они отражали друг друга. Это была вечная вражда. Эта вражда началась с речевого аппарата. Если вы помните, что Доэг начал ненависть царя Шаула к царю Давиду, будущему царю Давиду, с того, что он специально, очень хитро, очень злонамеренно расхваливал царя Давида в присутствии будущего царя Давида. Давида, тогда еще был юноша Давид. Расхваливал в присутствии Шаула. И сравнивал Давида, молодого, с сыном царя Шаула и Юнатана. То есть, так сделал, что Шаул все время представлял себе, в чем мой сын Юнатан уступает или не уступает этому Давиду. И в итоге, благодаря вот этому вот злословию, Лошонара, Доэг открыл этот шлюз ненависти, что закончилось смертоубийством, закончилось тем, что казнили вот этот город Нов, когда передосвященник оказал помощь Давиду, считавшемуся врагом народа тогда. И, после этого погиб сам царь Шаул, погибли его сыновья, в общем, и погиб сам Доэг. Вот этот вот человек, которому едва исполнилось 33 года, гениальный человек, который мог принести невероятную, потрясающую пользу еврейскому народу, гений интеллектуальный. Он преследует царя Давида, будучи его врагом, в итоге погиб. Из-за всего этого, значит, в результате битвы на горе Гилбо начинается, фактически, как Мальвим объясняет, с его смерти, со смерти Доэга начинается вторая книга пророка Шмуля. В общем, все это, все эти кошмары, которые происходили в жизни царя Давида, в том числе, еще одна вещь, что когда царь Давид принял Лашонара, царь Давид тоже был в этом отношении, к сожалению, виноват, когда ему рассказали гадости про Мефиошета, одного из его, можно сказать, близких людей, ему рассказали гадости про него. И эти гадости, которые мы рассказали, Давид принял, ну, то есть, до какой-то степени он поверил этому злословию. В общем, вот этот вот момент выделения, хранения языка и губ, хранения речевого аппарата, говорит Давид, это первый совет, который можно дать человеку, который хочет прожить нормальную жизнь, получая хоть какое-то от нее, от этой жизни удовольствие. то есть, чем человек внимательнее и осторожнее относится к речевому аппарату, тем у него больше шансов на то, чтобы лироттов видеть благо в течение своей жизни. Вот такой фокус. С чем это связано? То есть, мы видим, что это так, да, царь Давид это пишет здесь открытым текстом. Хочешь жить, нормально, получать удовольствие, не как я, хочешь не страдать, рот свой храни, следи вообще, сделать так, чтобы никакого вообще злословия, никаких проблем касающихся речевого аппарата, никакого вранья откровенного, ничего этого из тебя не вываливалось. Да, вот это вот фильтрование базара, как говорите, это вот твой шанс на то, чтобы ты жил нормальной жизни. Что это вдруг? Почему именно это? Ну, мы с вами понимаем, что язык человеческий, поскольку он, как известно, без костей, да, и он работает постоянно, вот это постоянное производство слов, мы же все время говорим что-то, да, вот поскольку человек это все время делает, это наибольшее количество создает возможностей для того, чтобы или получать и делать что-то позитивное или наоборот разрушать мир вокруг себя. Этот самый язык, сколько жизней, семей, отношений было разрушено просто из-за слов. Я не должен вам рассказать. Никто никого не бил, тем более не убивал, даже не обворовывал. Просто кто-то, кому-то, что-то, может быть, даже в состоянии аффекта, в эмоциональном состоянии, что-то сказал, все. Люди 25 лет не разговаривают, потому что он ему сказал, и этот сидит и помнит. И это общая вещь, потому что постоянно что-то люди говорят. И если не следить за этим делом, если не следить за речевым аппаратом денно и ночно, получится, что, конечно, никакого блага в итоге не будет. То есть нормальной жизни, потому что ты обязательно что-нибудь день ляпнешь и себе жизнь испортишь таким образом. Во всяком случае, человек, которому ты что-то не то сказал, он же тебе тоже что-то скажет в ответ. Ты ему слово, он тебе 10, как часто бывает. И начнутся конфликты, неприятности. То есть язык является детонатором. Понимаете, как вот есть детонатор взрывного устройства. То есть если детонатора в бомбе нет, то эта бомба это просто кусок металла. И ничего она не сделает и вообще не взрывает. Детонатор это центральный элемент взрывного устройства. Так вот язык человека это детонатор его жизни. То есть вот неправильно что-то сказал и понеслось. Там надо извиняться, не извиняться не хочется. А я вообще был прав и правильно я ему сказал и началось и потом неизвестно вообще куда это все идет и чем это закончится для человека. То есть портить себе жизнь можно лучше всего. Если задаться цель языком речь и выделяются две вещи. Посмотрите язык то что в глубине язык он внутри в глубине речевого аппарата и губы которые снаружи. То есть есть то что поверхностное и есть то что глубокое. Значит вот это вот ра лошон ра лошон ара злословие. Это очень глубокая вещь. Она касается именно языка. То что исходит так сказать из глубины человеческой личности. Потому что потребность говорить гадости про других людей это вот тоже очень глубокий здесь момент. Я прошу прощения что мы сидим на этих нескольких пасуках царя Давида не сдвигаемся с них уже второе занятие потому что это важнейший материал то есть тут очень очень много чего заложено. Значит посмотрите что происходит. именно язык это глубоко очень глубоко коренится в человеке желание говорить гадости. Это странный момент. На самом деле конечно есть люди которые этого не хотят. То есть где-то есть люди и то что мы с вами их не часто встречаем или не встречаем вообще это не означает что их нету. Они есть. Где-то есть такие замечательные праведные люди которые вообще не хотят говорить гадости. Ну нет у них такой потребности. есть такие но в общем это нормальный человек мы понимаем потому что мы сами так делаем нормальный человек в глубине периодически ощущает вот это непреодолимое желание рассказать про соседа про родственника про знакомого а вы знаете где вчера был Роминович вот этот момент почему-то это очень глубокая потребность глубокое желание это объясняется на самом деле как мы знаем довольно просто потому что в глубине каждому хочется ощущать себя хорошим человеком для того чтобы ощущать себя хорошим человеком нет более простого средства чем обделывание обливание грязью других людей это самое естественное потому что тогда когда этот ходил изменял жене этот ходил обворовывал кого-то этот общественные деньги присвоил этот кому-то дал по физиономии совершенно без всякой причины и вот все они все вот эти вот люди они все находятся а я выезжаю на белом коне весь в белых штанах и на фоне вот этой вот всей гадости выгляжу замечательно поэтому это очень глубокая я хочу быть хорошим человеком и для того чтобы действительно ощущать себя хорошим человеком я вот про них про всех вот про них я все скажу что я про них знаю что не знаю что мне показалось и что я придумал тоже добавлено и таким образом окажется что я живу среди злодеев да да а сам на айфоне я какой да это вот поэтому это лошон понимаете это очень какая-то глубокая вещь с которой очень тяжело бороться и когда мы узнаем да вот где испытание где вот это вот нацор храни когда мы узнаем реально про человека про какого-то правду мы с вами знаем что лошонарай это правда совершенно не обязательно чтобы это было каким-то враньем не дай бог клеветой с чего это да мы же с вами хорошие люди мы только правду рассказываем да то есть вот эта вот гадость которую нельзя сказать она прежде всего и правда да ее просто нельзя распространять категорически запрещенные вещи собственно так и квалифицируются лошонарай правда которую нельзя говорить нельзя распространять эти сплетни про других людей эти гадости когда ты узнаешь эту правду про другого человека держать ее в себе это величайшая проблема для каждого нормального человека еще раз говорю есть люди которые прям святые им не нужно и не интересно и даже если он случайно узнал гадость про соседа он никогда никому ее не не перескажет да но для нормального человека перемывание этих костей особенности тогда когда это действительно так когда никто ничего не врет когда оно действительно было да вот это вот распространение гадостей да это это очень глубокая потребность значит есть и внешне губы это внешне это снаружи да и вот это вот губы сфатеха их надо удерживать от того чтобы говорить мирма ложь ложная на самом деле видите утверждает царь Давид что потребность человека врать довольно внешняя потребность то есть вот прям врать это не обязательно и это не так глубоко и не так необходимо человеку прям врать потому что когда речь идет про распространение отвратительной неприглядной правды это очень глубокая потребность потому что ты никому не обманываешь и ты просто говоришь правду про соседа Рабиновича и еще благодаря этой прекрасной правде отвратительной гадости которую ты про него сейчас сказал ты будешь на его фоне выглядеть просто рыцарем будешь просто святым выглядеть на фоне не соседа вообще-то. Полная победа со всех сторон. И не соврал, и ничего плохого вроде как не сказал, сказал правду про человека. И еще на фоне его выделился. То есть это очень глубокая потребность. Врать это не для всех так важно, и это как бы более внешняя потребность человека. Поэтому здесь сказано про губы, а не про язык, который имеет очень глубокие корни в человеческой личности. И это вот отдельная вещь. Потом, после того, как царь Давид был, то есть хочешь жить нормально, хочешь иметь благо, ты должен, конечно же, в добавлении к этому вести себя правильно, в действии. То есть не только речь, но и действия должны быть правильно. И в действии мы обратили внимание, что не сказано «не делай зла». Сур мира. Отстранись от зла. Вы знаете, ласур – это убираться. То есть уберись от зла. И это очень простая, на самом деле, идея. То есть почему не сказано «не делай зла»? Потому что для того, чтобы его не делать, надо не находиться там, где есть соблазн его делать. То есть устраниться, убраться, отойти от зла – это единственный способ, это зло не совершать. Потому что, вы знаете, у нас тут недавно был как раз на одном из уроков разговор на эту тему. Отцу Авраама, нашему великому основателю еврейского народа, как вы знаете из Талмуда и строктата над Арим, ставят в упрек, что он после того, как победил четырех царей и имел у себя в плену всех садовитов, жителей садов, всех у себя в плену имел, он их всех отпустил, всех отдал царю Содома, которого спас. Вы помните, что протец Авраам спас жизнь царю Содома, совершенно непонятно зачем, совершенно отдельный разговор, вытащил его из ямы, так вот он его спас и отдал ему всех его жителей. В результате чего царь Содома со своими садовитами отправился обратно в Содом и продолжил делать то, что делал раньше. Естественно, это ставится в упрек, царю, царю, а протцу Аврааму, я не случайно оговорился его тогда, как вы помните, как Раши там на месте пишут, объявили царем, считали его таким великим и главным, благодаря тому, что он всех спас, так у него была возможность не отдавать этих садовитов, заняться их перевоспитанием, как это там в Талмуде написано, привести их под крылья присутствие Всевышнего. Но да, говорим мы, как это можно вообще предъявлять претензии про отцу Аврааму, что он не пошел спасать садовитов. Потому что вот здесь у царя Давида что написано? Сур-Мирак, отстраняйся, отдаляйся от этого зла. Потому что часто так пойдешь в садом, или наберешь себе полный дом с садомитов, потом непонятно будет, кто кого к чему приобщает. Ты их приобщаешь к правильному образу жизни, и они тебя в садом свой затаскивают за руки, за ноги. То есть непонятно будет, кто кого еще воспитывает. Знаменитый момент. Поэтому, конечно, предъявлять претензии про отцу Аврааму здесь очень тяжело. Хотя Талмуд это все-таки делает, но царь Давид как бы встает на защиту и говорит, что человек, который хочет не совершать зла, он просто должен от него отдалиться, отойти. То есть находиться внутри зла и надеяться, что какие-то твои потрясающие способности, потрясающая застойкость мораль тебя защитит. Это может быть или переоценкой своих возможностей или наивности. Вы понимаете, что Лот, племянник Авраам, он преспокойно-таки пошел в садом. Он там жил, и они в итоге сделали его своим губернатором. Но закончилось это, как вы понимаете, катастрофически для Лота, для всей его семьи, жена превратилась в стол, а дочери вступили в интимные отношения с папашей. Чем закончилось? Вот это все, вот это садом. Это он пошел туда, и в принципе есть такие каббалисты, комментаторы, которые говорят, что он как раз и пошел их перевоспитывать, потому что он прям считал себя супер-великим духовным человеком. Лот, ну, после того, как он выучился у праца Авраама, был его, так сказать, единственным наследником, в том числе духовным, на тот момент. А ну-ка я сейчас пойду этот весь садом перевоспитаю. Давай. Закончилось катастрофически, потому что есть правило, не надо туда лезть, от зла надо отдаляться. Видишь безобразие? Отойди, потому что начнешь его исправлять, совершенно неизвестно, чем это лично для тебя закончится, вполне возможно, что ничего не исправишь, даже скорее всего, а запачкаешься. Так что потом мама родная не узнает. И вот это вот то, что здесь написано. Теперь про благо написано «Асеток», «Делай благо». То есть написано четко, просто, «Делай благо». Отдаляйся от зла и делай благо. Все на это обращают внимание. Сначала отдаляйся от зла, потом делай благо. А как это у нас с вами? Называется «Товэльвешэрэцбиядовталмон». Человек, который окунается в микву, и в его руке он окунается в микву, чтобы очиститься от ритуальной нечистоты, а в его руке находится мертвая крыса, которая распространяет ритуальную нечистоту. Вы понимаете, что «Алта лотвила», что такое окунание в микву не засчитается с мертвой крысой в руке, с трупным материалом в руке, но с какой-нибудь гадостью, которая передает человеку нечистоту, в микву лезть не нужно. То есть сначала нужно выбросить эту мертвую крысу из руки. Сначала нужно отдалиться от зла, а потом нужно сделать благо. Сначала нужно прекратить гадить фактически, и только потом как бы приступить. Это, конечно, очень общее соображение. И оно, конечно, не всегда может быть применено. Вы понимаете, в особенности в наши тяжелейшие времена, когда в синагогу крови нам приходят такие евреи, ты даже не знаешь, с какой стороны вообще подойти к этому человеку. То есть у него столько проблем, у него столько сложнейших несоответствий еврейскому закону и вообще еврейскому образу жизни, что у тебя просто глаза разбегаются и руки опускаются, когда ты задаешь себе вопрос, что же с этим евреем это делать. То есть если ты начнешь сейчас его ласур мира, что сделать, чтобы он убрался от зла ляасир мира, так ты никогда не дойдешь до того, чтобы он делал благо. То есть если ты будешь добиваться сначала, чтобы он не нарушал запреты Торы, так может быть ты никогда этого не добьешься. То есть может быть какие-то запреты он все равно будет нарушать. То есть идея царя Давида в том на самом деле, чтобы большее внимание, первостепенное внимание уделить тому, чтобы человек реально не нарушал запреты. Не нарушал субботу святую, чтобы он не жрал, что попало в конце концов. То есть какие-то изначальные основополагающие вещи, чтобы он не вступал со своей женой в интимные отношения, когда она не была в Микве. То есть самые-самые простые вещи, запреты Торы, чтобы человек соблюдал. И вот на это, конечно, надо обратить первостепенное внимание. Это не означает, что пока ты будешь на это обращать внимание, не надо стараться, чтобы он делал какие-то вещи, чтобы он делал благо. Например, элементарно начал одевать тфелин, купил себе тфелина. Миквеи как-то комбинироваться. Ну и знаменитый Бакеш Шалом Баратфи. Вот этот вот Шалом, понимаете, это особенное, очень сложное на самом деле еврейское духовное понятие. Мы с вами неоднократно говорили, что в каббалистических текстах Шалом это обозначение, как ни странно, очень мощный мужской дающий сил. То есть вот это мужская сила, которая оплодотворяет и дает семя женскому. Вот это и есть то, что на самом деле с каббалистической стороны стоит за этим удивительным словом Шалом. Поэтому Шаломо Аменах, царь Соломон, который называется Менахшан Шалом Шалом, это Шаломо, Шалом его, мир его, это как бы тот царь, которому принадлежит Шалом. Так переводится имя Шаломо, объясняется в том мире. Прежде всего, в каббалистических книгах оно так объясняется. И вот этот вот Шалом, вы понимаете, что это странно звучит, потому что с точки зрения простой, мир – это как раз никакое неактивное начало мужское, никакое не дающее, мир – это как раз отсутствие чего-то вроде никакого активного влияния тут не оказывается. То есть, наоборот, людей, которые хотели активно, так сказать, например, конфликтовать, сталкиваться, выяснять отношения, наоборот, разводят по углам. Шалом, вроде как, это такое, знаете, состояние тишины, прекращение огня, как бы отсутствие действия. И это вот удивительная вещь. Это на самом деле очень интересно, что с точки зрения Каббалы слово шалом означает активнейшее, сильнейшее воздействие на мир. А с точки зрения нашего простого смысла шалом – это ничего. Это когда никто ничего не делает, когда они прекратили друг в друга стрелять, и бойцы там в своих окопах сидят и письма своим возлюбленным пишут. То есть, вот такое противоречие. Что это такое? Почему это так? Потому что, говорит царь Давидович, что этот мир надо левакеш, ищи, проси, добивайся его, и преследовать, гнаться за ним. То есть, достижение мира – это бесконечный процесс активнейшего влияния на мир. К сожалению. То есть, для того, чтобы наконец достичь вот этого состояния шалома, так называемого гармониями, приходится огромнейшее усилие прикладывать и влиять на людей, пытаться их уризонивать, пытаться их уговаривать, разводить, тушить конфликты. Это серьезнейшая и тяжелейшая работа, которая как раз требует активнейшего влияния. И поэтому царь Давид не говорит, что ты пребываешь в состоянии мира, чуть ли не нирваны, чтобы тебе было тико и хорошо, ни с кем не конфликтует. Легко сказать. То есть, для того, чтобы добиться пяти минут прекращения огня вообще, то есть, вот этого настоящего состояния гармонии, для этого приходится перелопачивать огромное количество материалов, работать с людьми, оказывать серьезнейшее, непосредственное, прямое влияние на конфликтующие стороны. То есть, вот это вот, чем человек должен заниматься. То есть, это тяжелейшая работа, достижение этого состояния шалом. И вот об этом сказано. Дальше начинается очередной заход в ту тему, которую мы часто видим в Псалмах Давида в Теилим в следующих пасуках. И эта тема, как вообще целый ряд, скажем, тем в Псалмах Давида вызывает большие вопросы. Мы с вами уже сталкивались с подобными вещами. Например, когда царь Давид говорит, что всех хороших награждает, а всех плохих наказывает. И мы немножко так озадаченно развили руками. Так где вообще царь Давид видел, чтобы хороших награждали, а плохих наказывал? Он в зеркало давно смотрел царь Давид, когда он такое говорил. То есть он всю жизнь прожил мучительную, страдальческую жизнь, когда его только одни ненавистники прекращали преследовать, другие, как грибы из земли вырастали и за ним гнались и пытались его убить, злодеи всякие. Где вот это? Что Всевышний он всех хороших. То есть мы с вами это объясняли, мы говорили с вами, что напрямую, прямолинейно понимать такие вещи в псалмах Давида, конечно, не стоят. Всегда царь Давид что-то прячет в этих выражениях. Он что-то хочет сказать более сложное и глубокое. Например, помните, мы с вами говорили, что вот эти вот моменты о постоянном хорошем настроении, награждении правильником и ужасных наказаниях для злодеев. это касается на самом деле одинаковых состояний, то есть тогда, когда и праведный человек, и неправедный, когда праведник и злодей находятся в одинаковом состоянии. Например, в состоянии больших неприятностей и проблем. И вот тогда праведный человек, который находит смысл во всем, он осознает, что эти неприятности и проблемы, которые к нему пришли, они тоже имеют какой-то смысл. Они тоже для чего-то ему даны, делает из них выводы, и в принципе он чувствует себя неплохо, он чувствует себя гораздо лучше, благодаря тому, что он находит смысл. Вообще человек, находящий смысл в своей жизни, уже чувствует себя гораздо лучше, чем тот, который никакого смысла в своей жизни не видит. А вот эти злодеи, которые никакого отношения не имеют вот к этому самому поиску смысла, поиску божественности во всем, вот им будет плохо. Вот когда у них начинаются неприятности, для них это просто катастрофическая вещь, потому что, во-первых, ему хочется, чтобы у него был сплошной праздник, чтобы у него все было всегда хорошо, и он вообще не понимает, ему вообще это не надо, и во-вторых, он, конечно же, не будет эти неприятности оправдывать и искать в них божественное участие, божественную руку в этих неприятностях он искать не будет. И ему будет плохо, потому что он будет чувствовать, что его жизнь не имеет смысла, что опять злодейка судьба и так далее. То есть идея царя Давида не в том, что праведников всегда награждают и злодеев всегда наказывают, а в том, что для праведного человека любая ситуация в жизни, она ближе к награде, чем к наказанию. А для неправедного человека наоборот, что бы с ним ни происходило, это для него ближе к наказанию, он гораздо тяжелее пережит, он отчаивается, потому что он Бога там не видит в этой своей жизни несчастной. То есть надо всегда искать более тонкое объяснение. Ну и вот очередной заход на эту тему. Эйней Ашэн Глаза Бога Эль Цадиким к праведнику. Глаза Бога направлены на праведник. «Веазнав и уши его эль шабатам к их крикам». Как здесь объясняет Мальбом, я уже не буду открывать его комментарий, значит, вот это вот, что уши Всевышнего, где у него уши, это совершенно отдельный разговор, конечно, это метафора. Вот, слух Творца преклонен, направлен к крикам этих праведников, это тогда, когда, говорит Мальбом, праведникам даже вот кажется им, что происходит что-то плохое, и они срочно начинают кричать, молиться Богу. И хотя им только кажется, что происходит что-то плохое, на самом деле это у страха глаза велики, Творец все равно на это реагирует. то есть, опять начинается создаваться ситуация, что стоит только быть праведным в этой жизни, как у тебя начинается не жизнь, а просто молитва. То есть, стоит вот прям вести себя хорошо, и тогда все неприятности отступают. Я вам неоднократно рассказывал, что выступал я категорически против подобных методов приобщения человека к еврейским ценностям. Приходит человек в синагогу, ему говорят, у тебя есть какие-то неприятности, ну у каждого человека есть неприятности, и ему на это говорят, знаешь что, ты вот только начни, вот только начни ходить в синагогу, соблюдать в субботу, и в особенности платить донейшн, вот ты только начни, и все неприятности у тебя как рукой с ним. На что рассчитывают эти люди, не совсем ясно, ну по всей видимости на то, что человек не успеет разобраться в том, что неприятности не закончились, пока не заплатят несколько донейшнов. То есть вот он успеет, пока он будет разбираться в этой ситуации, заканчиваются неприятности, благодаря синагоге не заканчивается, он успеет занести в синагогальную кассу несколько донейшнов. Понимаете, это абсолютно не тот метод, которым человека надо приобщать к еврейским ценностям. То есть человек должен идти в синагогу и соблюдать в субботу, и даже давать донейшн, не потому, что вот сейчас вот стоит ему начать это делать, все проблемы его покинут. Прямо начнется счастье безграничное в его жизни. Не для этого это делается, и не за этим, а за тем, что благодаря этим действиям в человеческой жизни, как это не смешно и неожиданно для многих агитаторов еврейских звучит, в человеческой жизни появляется смысл, появляется содержание. Человек не просто ест, чтобы иметь силы работать, и работает, чтобы заработать на еду, потом опять ест, чтобы иметь силы работать, и так, у него смысл появляется, то есть он становится частью какого-то великого механизма культуры, он начинает делать какие-то великие вещи, которые встраиваются в систему, вот сюда надо идти, вот за этим надо человека куда-то приобщать, а вот эти посулы, понимаете, обещания, что вот стоит тебе только зайти в стену, переступи ее порог, и ты себя почувствуешь по-другому, вообще все, жена ругается, все, она не будет ругаться, на работе не будет никаких проблем на работе, ты вообще лучше работать на еду, и когда человек, начав соблюдать субботы еврейские праздники, вдруг, например, теряет работу, или у него вдруг начинается какие-то дополнительные неприятности, или просто не проходят те неприятности, которые были, вдруг приходят к синагогу, к раввин, ты же мне обещал, что у меня в жизни все надо, и раввин говорит, спокойно, еще не пришло время, надо еще немножко пособлюдать в субботу и поплатить донейшн, и тогда, вот еще чуть-чуть, ну еще, ну немножко, и все, может быть да, может быть нет, не наши методы, поэтому вот это вот, то, что здесь царь Давид говорит, я вот сейчас вот вам говорит, расскажу, как Всевышний следит за праведниками, и как он их всех слушает, и поэтому вы все только станьте праведниками, и он, Господь Бог, за вами будет ходить просто по пятам, и все он будет делать, здесь надо искать, здесь надо понять, что на самом деле хотел сказать царь Давид, что вот так вот сказать, что творец следит за праведниками, и вот прям только хорошее им делает, он, на самом деле тут написано только лишь то, что творец за праведниками внимательнейшим образом следит, и куда направляется это слежение, оно подарок большой, или наоборот совсем не подарок, царь Давид здесь не пишет, во всяком случае в этом месте этого не сказано, вполне возможно, что Всевышний следит очень внимательно за праведными людьми, для этих праведных людей может обернуться очень-очень тяжелыми последствиями, например, тогда, когда этот праведный человек совершает ошибку, когда человек праведный, высоко праведный совершает ошибку, как вы понимаете, его судят не так, как нас, его ошибка стоит гораздо больше, она тяжелее, она страшнее, она влияет на большое количество людей и на мировую гармонию, и поэтому этот праведный человек, на которого направлены глаза Бога. Он может в результате своей ошибки так по башке получить, как мы сами не получим. Несмотря на то, что мы вроде как не являемся праведниками и не находимся в таком выгодном положении, в такой близости к Богу. То есть эта близость к Богу – это еще и, а может быть прежде всего, чудовищный уровень ответственности, который для нормального человека совершенно недопустим. Нам этого вообще не надо. И дальше, в принципе, видите, «Пнеяшем» – лицо Бога «Беосейра» – на тех, кто делает зло. «Леахрит» – чтобы уничтожить Меэрец из земли Зихрам – память о них. То есть творец направляет лицо свое на тех, кто делает зло, чтобы уничтожить из земли память о них. Тоже такая, казалось бы, однозначная фраза. То есть что? Творец наказывает всех злодеев, что все плохие люди получают по заслугам? Ничего подобного. Что хочет сказать царь Давид? Смотрите, он тоже, как всегда, очень все хитро. Что означает, что творец направляет свое лицо, так сказать, свой гнев на тех, кто осера, делает зло? Это, видите ли, означает, что он будет для… что он «Яхрит», он уничтожит из земли память об этих людях. Это что такое? Но это, по всей видимости, означает, что по-настоящему злой человек отвратительный. Во всяком случае, после смерти, когда он умрет, оставит о себе плохую память. Во всяком случае, после смерти этого человека будет понятно, что это был негодяй. И хотя бы после смерти, хотя бы после смерти, будет более или менее ясно, как оценивать его деятельность, его жизнь. Но опять, видите, здесь не написано, что его при жизни накажут, и что всех злодеев обязательно привяжут к позорному столбу. Здесь говорится о каких-то последствиях, да, разумеется, последствия целостно прожитой злодейской жизни будут. То есть люди все-таки рано или поздно поймут и после смерти хотя бы осознают, что этот человек делал. В общем, в таком роде надо стараться понимать вот такие кажущиеся однозначные слова царя Давида. Мы с Божьей помощью прямо в следующий раз это все с вами продолжим. Уже после наших как траурных, так и свадебных мероприятий. Я еще раз говорю, что у нас сегодня произошла вот такая беда в общении. Я всем желаю хороших новостей, как в таких случаях говорят. Амбасарот-то вот хороших новостей всем, да, и мы с вами будем на постоянной духовной связи. Тот, кто завтра идет на охороны, мы с вами как раз увидимся. Кто-то умер. Да, у Рафы и Артура Пенхасовых умерла мама сегодня с утра. Да. У нас постоянная плохая новость. Молодому нашему студенту большой привет. Спасибо. До свидания. Она продолжает с вами учиться. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Спасибо большое. До свидания.